Добрый день дорогие друзья, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Слуцкий Александр, мы продолжаем свои приключения в мире Скайрим. И в этой серии мы попытаемся найти нож жреца мотылька, Дексион ослеп, напомню вам. И теперь мне нужно найти другой способ, расшифровать древние свитки и определить местоположение лука Ауреэля. Оказывается, я смогу самостоятельно прочесть свитки, если совершу ритуал, который практиковали некогда жрецы мотылька. Я на пути к поляне предков, где мне предстоит узнать все о таинственном ритуале. Далеко ли это от нас? Достаточно далеко, может пойти от Фолкрита, но я, наверное, рискну отправиться от сосновой заставы вместе с нашей спутницей. Разворачиваются потихонечку события. Дополнение Даунгуард. Очень интересное, как по мне. Чертополох. Это я возьму. Так, Сирана, ну что, ты готова отправляться? Я-то на лошади, а ты как? Ладно, оставлю. Оставлю свою лошадочку здесь. Все-таки странно это выглядит, когда девушка-спутник бежит на своих двоих. А мужчина-садник даже ее не посадит рядом. Да. Медвежата нам уже не страшны совершенно. Ну что, ребятушки. Продолжаем мы Скайрим. Странный комментарий я... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не сбой. Бандиты. Мне стало. Лежите. Дают сказать. Так вот. В прошлой серии я увидел комментарии, ты вообще русский или нет. Ребят, я русский. Всю жизнь живу в Нижнем Тагиле. Свердловская область. Урал. Родился и вырос, собственно. Поэтому, если уж меня не считать русским, то... Кого ж тогда? Считать. Ну, на самом деле, я понимаю, почему такие комментарии пошли. Потому что я изменял голос немножечко. Как-то немножко упоро-то говорил. В общем. Из-за этого меня, может быть, кто-нибудь даже не узнал. Так. Куда она вообще? Где вход? Сирана, ты видишь вход? Сирана, блин, я тебя спрашиваю. Ты, говорю, вход видишь? Какого хрена? Блин, он красавец же. Сирана, ты его будешь отпускать? Ай, ты смотри на этого Олежу. Белый Олень, прикольно. А как нам туда, у меня вопрос. Олень, может, ты знаешь. Так, давайте попробуем обойти. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Хотя это к нам не относится в Скайриме. Мы, наоборот, всегда прямиком в гору лезем. Ну, смотрите, вроде получилось. Даже пометка, то, что тут какая-то локация. Ну и залезь же сюда. Никакой дороги нет. Чисто так догадаться. Ну или оттуда. Поляна предков. Мы, похоже, на месте Сирана. Знаменитый лабиринт в Лабиринтиане. Был построен Архимагом Шалидором. Потихонечку пойдем. Будут ли тут враги? Вопрос у меня. Не слишком впечатляет, да? Еще какое-то захолустье. Если обернется потеря времени, мне придется поговорить по душам с Диксионом. Тогда мы вернемся. Ну, вообще, ты бы не спешила. Не всегда первое впечатление верное. Далеко не всегда. Мне кажется, тут есть какие-то секреты. Но только я вот не понимаю, как нам... Как нам наверх забраться? Здесь по корням, что ли? Или еще как? Не вижу. Скажи мне, Сирана, как наверх-то запрыгнуть? Может, тебя подсадить? Я не знаю. Потому что я залезть не могу. Там выход. А! Так тут за камнем есть проход. Вон оно что. Окей. И что тут у нас? Надо было врезаться в этот камень, конечно. Ух ты ж, е-мая. А ты-то уже как тебе, Сирана? Ну, это я бы поспорил, конечно. Но, блин, красиво и правда. Ладно, давай обойдем. Какая-то здоровая локация? Не к добру это. Вот это что такое? А, это река. Все нормально. Это вода. Локация большая. Неспроста, я еще раз говорю. Неспроста. Не может здесь никого не быть. Так. Ну, нож у нас. Теперь нужно только найти одно из этих поющих деревьев. Срезай, Алекс. Будем надеяться, Диксион не ошибся. И мотыльки обожают эту кору. Привлечь стайки мотыльков предков. Как это сделать? Как это сделать? Смотри на них. Ты им определенно нравишься. Либо мне кажется, либо ты начинаешь мерцать. Тебе кажется. Так, одну я привлек стайку. А где еще-то? Вижу. Между сзади. А это прикольно, кстати. Три. А вот теперь я понимаю, зачем такая большая локация. Цветики, самоцветики. Собираю по-прежнему. Вон еще. И еще. Пять из семи. А там что? Наверняка ведь это можно открыть или сломать. Ну, сломать точно не получится. Блин, ну что, я реально мерцать начинаю, что ли? Вот тогда. Ну, и? Где еще? Еще одна стайка должна быть. Такси, он нам не соврал, я вижу. Или это мой? Нет, это мой мотылек. Прикольно смотрится. Мне даже забавляет так бегать. Такой шар. Своеобразный. Ну, а где же еще одна стайка? Ой. Вы тоже плавать умеете? Ничего себе. Вот и стайка еще одна. Давай, попробуем. Бессмертная кровь, это же не то. Вот. Что происходит? Что происходит вообще? Карта Скайрима? Да ладно Ты в порядке? На тебе лица не было Мне на секунду показалось, что я тебя потеряла Черт, тени от мотыльков Ты в порядке? На тебе лица не было? Мне на секунду показалось, что я тебя потеряла Ой, Сирана, ты бы знала, что я там видел Странное ощущение Я видела твои глаза Словно тебя унесло за тысячу лик отсюда Что насчет лука Ауриэля? Ты знаешь, где нам его искать? В месте под названием Вечерная пещера Как он понял это, я не знаю Но давайте доверимся нашему Алексу Тогда развязка близка Мы положим конец этому дурацкому пророчеству Где эта вечерняя пещера? Свитки указали мне точное место Тогда вперед Нужно попасть туда прежде, чем отец нападет на наш след Невидимое видение Выполнено Прикосновение к небу Ну что? Куда нас направляет? Вечерняя пещера О плодродах Опа Я же говорил, тут не обойдется без этого Каргуля-бестия Хорошо Хорошо-хорошо Разрыв души нет Элементная ярость Засранцы Заразили меня Последнего можно и так Ладно, Сирана Все-таки с вампирами нам пришлось встретиться С горгулями Ишь какие Так, надо вылечиться Обязательно Белый флакон Вот Сангвинари-вампирис мы Подхватили Когда дрались с ними Причем вроде как Гаргуля нас заразила Что самое удивительное Для меня Так, ну отсюда мы сможем Быстро переместиться К оплоту друадах И дальше на север Ближе к горам Там нас ждет Вечерняя пещера В которой не знаю даже что ждать Возможно Будет чем поживиться Возможно Поживятся нами Кто такой? Изгой-раззоритель С ума сошла Да что ты говоришь Блин, а? Что ты говоришь Вообще? Идиоты Идиоты, реально Все равно Надеюсь С нами идет Никуда не отстала А то Блин Одному мне как-то Страхово Да что дайте Видение какое-то Указало нам Вечернюю пещеру Может быть Это ловушка вообще Что-то у меня Привиделось Блин Волки Вам-то куда лезть? Не видите что ли? Опасность для своей В первую очередь Жизни Вообще Животные обычно Это чувствуют И Насильного они Не полезут Ну Вечерняя пещера Вот она Собственно Мы на месте Сираночка Сираночка Сколько мы с тобой Уже путешествуем А? Как брат с сестрой Становимся Блин Прохода направо Нет Получается Что Сейчас длинный Длинный путь будет Длинный 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 Давайте потихонечку Попробуем Там Кто там? Хорошо что я Доминаю Своему слуху Да Плохо что ты Вообще Не хочешь Скрытно Ничего делать Сразу Магией Шаражишь Только повод Дай Полетела Магия Сразу Что тебе Не нравится Звуки Думаешь Они мне нравятся Мне вообще Не нравится Эй Эй Куда нас Что 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 произошло Сейчас Сирано Ты поняла Что произошло Блин Сейчас Вся жизнь Алекса Наверное У него Перед глазами Промелькнула Пауков Она конечно За один раз Уничтожает Нас Кота Вынесло Вообще Мост этот Сломался Долбанный Напугал Меня Оттуда Оттуда Мы Приплыли Оттуда Надо Возвращаться Теперь Вот тогда Логово Шелоп Вам не напоминает Вот это все Из Властелина На колец Мне вот Почему-то Напоминает По крайней мере В фильме Было Что-то Похожее Что имел Ввиду Сам Толки Записка Из вечерней Пещеры Сестра Я знаю Что ты В конце Концов Найдешь Меня Но Будет Уже Слишком Поздно Если Ты Обнаружишь Это Письмо Выбирайся Из этой Забытой Богами Пещеры Как Можно Скорее Мы Жестоко Ошибались Когда Думали Что Сможем Спокойно Жить Бок Обок С Чудовищами Зря Я не Пошел Вместе С тобой В лагерь После Того Как Мы Установили Здесь Пакелы Я думал Эти Троли Особенные Они Каким То Образом Поймут Что Мы Не Хотим Причинять Им Вреда Они Загнали Меня В угол И Рано Или Поздно Один Из Троллей Решит Наконец Покончить Со Я Знаю Что С Ним Произошло Эти Люди Были Кому Вообще Могло Прийти В голову Разбить Тут Лагерь Эти Люди Были Ненормальными Договаривай Уже Что Хотя Ну Вы Знаете Про Тех Кого Уже Нет С нами Либо Хорошо Либо Никак Ну Давай Прыгай Кассира Молодец Конечно Надо было На ловушечку Наступить Как же Без Этого Лук Аурелия Блин Артефакт Наверное Мощный Как Там Далеко От него Что Нет Прохода Сирана Или Я Просто Не туда Пошел Черт Я Дерит А здесь Можно Заблудиться И вообще Никогда Не выйти Отсюда Окей Мы вернулись Мне Кажется Наверху Все Таки Это Там Проход Черт Или Вот Здесь Вообще Что То Мне Подсказывает Что Я Здесь Буду Плутать Надо Быть Карту Открыть Наверное Самое Лучшее Решение Было Именно Таким Но Давайте Пройдемся До Конца Мы Тут Были Мы Отсюда Пришли Мы Отсюда Ребят Пришли А может Нам Как Раз Таки Не 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 Вообще Не То Ладно Я Думаю Нет Смысла Здесь Прятаться Давайте Пробежимся Здесь Прохода Нет Бежим До Конца Прям До Упора Утыкаемся Куда Утыкаемся В озерцо Ладно Проход Здесь Есть Уже Радует Надо Быть Аккуратным Вот Кто Там Стоит Кто Ты Дядя Не Уж У него Лук Пойдите Вам Нечего Здесь Бояться Геллибор Кто Ты Я Рыцарь Паладин Геллибор Паладин Это Пещера Храм Ауриэля Ауриэль Ауриэль Алкош Акатош Алкаш Много Разных Имен У Повелителей Снежных Эльфов Фалмер Предпочитаю Называться Снежным Эльфом К Фалмерам Путешественники Относятся С предубеждением Что-то Похоже Есть Насколько Я понимаю Ты Знаешь Зачем Мы Здесь Конечно Вам Нужен Лук Ауриэля Зачем Чем бы еще Вы могли Явиться Я могу Вам Помочь Заполучить Его Но Сперва Мне нужна Будет Ваша Помощь Началось И какая Именно Помощь Тебе Нужна Я Прошу Тебя Убить Викария Виртура Моего Брата О как Родства Между Нами Больше Нет Я Не Понимаю Чем Он Стал И Он Уже Не Тот Брат Которого Я Когда То Знал Это Все Преданные Они Что То Сделали С Ним Я Только Не Понимаю Почему Ауриэля Это Допустил Что Именно Сделали Преданные Они Напали На Храм Без Предупреждений И Стали Убивать Всех Без Разбора Молодцы Что Сказать А Вы Не Оборонялись Благая Земля Всегда Была Местом Мирного Поклонения У Меня Под Началом Был Небольшой Отряд Паладинов Но Куда Нам Было Тягаться С Ордами Преданных Они Перебили Всех И Штурмовали Внутреннее Светилище Вот Тогда То Кажется Они Что То Сделали С Виртуром То То Есть Ты Даже Не Уверен Что Он Похоже Что Ему Больно Или Что Он Томится В Заточении Он Просто Стоит И Смотрит Как Будто Ждет Чего Смерти Своей А Ты Не Пытался Проникнуть Во Внутреннее Светилище Оставить Дорожное Светилище Без Охраны Значит Нарушить Мой Священный Долг Как Рыцаря Паладина Ауреля К тому же Нападение На Преданных Засевших Во Внутреннем Светилище Окончилось Бы Только Моей А я Значит Такой Супергерой Да Позволь Показать Тебе Ну Я Весь В Ожидании Показывай Поперся Куда Ну Прикольно Че Называется Дорожное Светилище Их Использовали Для Медитации Называется Лифт Когда Благая Земля Была Местом Просветления В Этих Светилищах Прилаты Учили Посвященных Мантрам Ауриэля А что Означает Эта чаша В центре После Чтения Мантр Посвященный Погружал Церемониальный Кувшин В чашу В центре Дорожного Светилища И переходил К следующему Светилищу Выходит Этим Посвященным Приходилось Таскать Тяжеленные Кувшины С водой Великолепно И долго Они Их Так Таскали Когда Просветление Посвященного Завершалось Он Приносил Кувшин Во внутреннее Светилище Храма После Того Как Посвященный Выливал Содержимое Кувшина В священную Чашу Он Мог Войти Чтобы Побеседовать С самим Викарием И это Только Для того Чтобы Потом Все Вылить Как По Мне Совершенно Бессмысленно Это Символично Нечего Было И ждать Что Ладно Займемся Этим И мы Должны Проделать Всю Эту Ерунду Чтобы Попасть В храм Убить Твоего Брата И Заполучить Лук Ауреля Я знаю Как Все Это Звучит Если Был Другой Путь Я Бы Сам Давно Это Сделал Единственный Способ Добраться До Моего Брата Пройти По Следам Посвященных Переходя От Одного Дорожного Святилища К Другому Как Это Делали Они Первое Святилище Находится В конце Вечернего Перехода Это Пещера Которая Символизирует Отсутствие Просветления А Сколько Всего Здесь Дорожных Святилищ Всего Их Пять И они Довольно Далеко Другой Черт Все На Благой Земле Наверное Это Очень Большие Пещеры Пещеры О Нет Благая Земля Как ты Очень Скоро Обнаружишь Это Не Просто Несколько Пещер Но Прежде Чем Я Отправлю Тебя В Путь Тебе Понадобится Кувшин Посвященного И Его Мне Нужно Будет Наполнить В Каждом Дорожном Святилище Возле Каждого Святилища Ты Найдешь Призрачных Прилатов Они Позволят Тебе Зачерпнуть Воды Из Чаши Святилища Как Если Тебе Уже Удалось Достичь Просветления Тогда Я Пойду Возможно Это Наша Последняя Беседа Если У тебя Есть Еще Вопросы Советую Задать Их Ну Давай В Противном Случае Все Что Я Могу Тебе Предложить Это Моя Надежда На Твое Успешное Возвращение Вопросы Меня Это Не Удивляет Что Ты Можешь Рассказать О своем Народе Вот Я Не Знаю Мне Лично Интересно Как Они Становятся Преданными Как Он Их Называет Фалмерами Снежные Эльфы Блин Ну Они Реально Очень Крутые Мне Интересно Я думаю Вам Тоже Давайте Спросим Что Ты Можешь Рассказать О своем Народе Некогда Мы Были Богатым И Процветающим Сообществом Населявшим Значительную Часть Скайрима Несчастью Мы Постоянно Воевали С Нордами Которые Утверждали Что наши Земли По праву Принадлежат Им И Норды Победили В Некотором Роде Мы Всегда Были Союзниками Живущих Под землей Гномов Хотя Отношения Были Непростыми Оказавшись На краю Гибели Мы Обратились К ним За помощью Как Не Странно Они Согласились Помочь Нам Но Запросили Ужасную Цен Они Пожелали Ослепить Всю Нашу Расу Конечно Все Не могли Согласиться На такое Были Отдельные Отщепенцы Выступавшие Против Соглашения Некоторые Даже Пытались Заключать Другие Союзы Но Когда Все Было Решено Большинство Этих Эльфов Перебили Остальные Исчезли Или Согласились На условия Гномов А что же Превратило Ваш народ В преданных Я часто Задаю себе Тот же вопрос Судя по всему Нашу расу Ослепили С помощью Яга Но этого Явно Было Недостаточно Чтобы Превратить Их В печальных И извращенных Созданий Которыми Они Стали Да А слушай А кто такие Призрачные Фрелаты Которых Ты упомянул Это Духи Жрецов Снежных Эльфов Которые Охраняли Дорожные Светилища Понятно Убеждать Еще Нужно Наверное Будет Что Такое Благая Земля Ауриэля Это Главная Святыня Нашей Религии По крайней Мере Так Было Раньше Большинство Большинство Снежных Эльфов Поклонялось Ауриэлю Храм И все Здания Были Построены В начале Первой Эры Благая Земля Была Призвана Предоставить Убежище Тем Кто Хотел Достичь Просветления Большинство Снежных Эльфов В нашей Империи Были Храмы И других Богов Тринимака Сиробейна Джефри И Финастера Но Эти Храмы Бледнели В сравнении Со Славой Нашей Благой Земли И ее Дорожных Святилищ Значит Дорожные Святилища Это Постройки На Благой Земле О Да И они Имеют Огромное Значение Они Представляют Из себя Ступени По которым Посвященные Но это мы уже поняли На самом деле К сожалению Магия С помощью которой Создавались Эти чудеса Была утрачена Задолго До моего Прибытия Сюда Слушай А почему Это не повлияло На местных Снежных Эльфов Полагая Земля Огорожена От остального Мира Вести От гномов Шли сюда Долго К тому Времени Когда Слияние Было Завершено Нам Было Уже Поздно Вмешиваться Поэтому Вы сохранили Зрение Именно Нас К тому времени Было Не более Сотни Поэтому Наше Присутствие Оставалось Тайным И для Гномов И для Нордов По иронии Судьбы Нас Уничтожил Наш Народ Ты имеешь Ввиду Преданных Да Огромные Полчища Их Наводнили Благую Землю И мы Ничего Не смогли Сделать У нас Не было Никаких Шансов Я Полагаю Они Что-то Сделали С Викарием Когда Нашли Способ Проникнуть Во Внутреннее Светилище Здесь Есть И другие Такие Как Ты Я И Виртур Единственные Уцелевшие Снежные Эльфы Блин Тебя Надо В музей Ставить Друг Нахранит Вас Ауриэль От Всякого Вреда Спасибо Вопросы Меня Это Не Удивляет Да Нет Вопросы Нет Вопросы Боже Выжить В вечернем Проходе Вот он Да Похоже На Тоб Вопросы Меня Это Не Удивляет Ладно Ребят Давайте Ко Мы Не Не Сохраняемся И Конечно же На самом Интересном Месте Я говорю Что мы Продолжим Следующей Серии Не забывайте Про лайки И комментарии Приключения В Скайриме Продолжаются И будут Еще Довольно Длительное Время На нашем Канале Всем Пока Продолжение следует